потому что собственно ну саму войну на она обсуждать мы не будем и всем и так понятно с детства что это плохо война в принципе плохо ядерная очень плохо но меня тут заинтересовал нас есть общий знакомый такой господин мордан да господин или как его не знаю там назвать он решил у себя провести опрос и поставил довольно манипулятивный такой вот два ответа то есть они три ответа очень не знаю написал хотя чё тут знать то собственно либо бить либо не бить да так вот он написал ради достижения военной победы в большой войне не знаю про какую большую войну пишет мы же знаем что у нас войны нету есть и своего и сохранение миллионов жизней российских солдат то есть он видимо коношенкова не смотрит там не то что миллионов там вообще собственно потерь то немного у нас там же вам шойгу и коношенков объясняют допускаете ли вы ограниченное применение ядерного оружия свои какой классный вопрос с одной стороны и жизни миллионов солдат надо спасти и большую войну как победить в ней и ядерное оружие то не просто мы по именем ограниченное у них же была уже ограниченная военная операция с киевом за три дня до когда они все кричали там и сейчас вот и вот спустя 500 дней они начинают говорить что ограниченное применение ядерного оружия которое надо применить она спасет миллионы жизней ну как показывает опыт эскалация вообще любого конфликта когда что-то применяется обычно больше гибнет да ну смотри первое никакого ограниченного не получается никогда потому что вы точно не знаете главная роза ветров надо начинать с базового когда войска российской федерации пошли по чернобылю и там и окапывались то потом их очень быстро увозили в институт вишневского потому что окапываться они начали в том числе и в радиационной зоне и ребята наглотались но надышались мне не опровергали разве не этот не опровергали нет того что они они просто но они то есть чего будет впоследствии я не знаю потому что ключевой вопрос там просто пыль то есть то что не наглотались они мол тут чернобыль все-таки немножечко и но я чернобыль там просто заражение огромное очень много ядерного вещества выкинули ядерный взрыв он конечно столько заражение близко не дает там действующие вещества не так много ну сам факт ну меня здесь удивило что я понимаю что аудитория которая слушает и смотрит мордана она довольно специфическая но тем не менее 60 процентов за ну я и только 25 против а 15 сомневаются еще слушай ну хотя во первых надо смотреть а сколько суммарно проголосовала сумма на проголосовала 95 тысяч 209 человек но вот 90 95 тысяч даже предположим что это тем не мало было бы 10 мы бы вообще бы нет да да но в общем сумма давай достаточно приличная 100 тысяч предположим предположим что хотя бы там процентов 80 это реальные голоса голосующие они в боты и соответственно накрученный какой-то тот или иной трафик там что ну тоже не не надо скидывать со счетов но вот у нас в 8 80 тысяч из 80 тысяч условно говоря там 60 процентов а полтинник у нас уже грубо говоря за за то чтобы нанести ядерный вот я хотел к этому привести как раз полтинник они по стороне уже половина у нас с ума соходят почему это эти эти люди имеют возможность реализоваться яблочково ждет их яблочково 6 их ждет москва 50 процентов населения но 50 процентов вот этот 50000 пожалуйста яблочко яблочково 6 если мне изменено ну там есть еще это не там есть и другие пункты приема но в целом яблочково 6 да ну вообще конечно знаешь это все в концепцию до этого построения русского мира ну который декларировался спасение жителей украины от фашистов самое основное не очень клеится ядерный удар понимаешь это клеится в основное совершенно другое это обычно иждивенчество когда это делается не твоими руками чем хорош ядерный удар в их картине мира в том что это не я буду делать то бишь это не 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 я окажусь в зоне радиационного поражения не яка то есть не он вот не вот эти полни вот этот полтинник обычное иждивенчество с учетом того что мы с тобой частенько обсуждали что если сейчас бы например в россии правил бы алексей анатольевич в навальный то он бы переизбирался практически пожизненно потому что вот это иждивенчество это фундамент это баба здесь и вот этот этатизм расчет на этатизм это в общем расчет на грубая чиновника государства он же последние сто с лишним лет мы не хотим быть свободными мы мы реально не хотим нести ответственность за мы не несем ответственность за свою то жизнь то самое гражданское общество о котором мы постоянно имеем и мы его зима каждый из нас надоели мы уже с этим он оба она все кружится вокруг одного и того же каждый из нас опинает вот эту тележку ты там свою тележку я свою тележку но в целом грубая группы группы людей которые крутятся вокруг тебя вокруг меня которые слушают тебя меня это люди как правило очень активны это люди которые в том числе и несут ответственность за свою жизнь ведь те просмотры которые набираешь ты и я никогда в общем-то не говорит что вот давайте мы выберем какого-то чиновника и вот этот чиновник будет о тебе заботиться как мать отец родной ни хрена каждый из нас говорит не 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 дружок мы конечно там вроде как какие-то в идее двигаем но как как пел высоцкий это не означает что делает делай как я выбирайтесь своей колеей и это как раз отличает в том числе условную аудиторию я там не знаю на где работают джентльмен там том числе мордан вот но насколько я помню он работал на кпшки я он даже там оказался слишком ну я тебе могу сказать что дважды заходя в кпшку несмотря на то что кпшка потом исполнила заказ на меня же в девятнадцатом году это было очень так очень смешно и забавно и когда я пришел не я должен был улететь в америку соответственно в 22 по моему числа 22 декабря а я где-то числа 15 я как раз там делаю условно говоря отваленную прихожу на мне в в ньюсруме ребята говорят слушай тут на тебя заказ пришел я говорю ну я так чисто поражать горько деньги-то приличный платит ага да чё то пока не очень там ну и в конце концов после на после нового года уже после там был как раз заказ который исполнил кп исполнил но там исполняла коммерческая служба вот несмотря то что я дважды я тогда еще работал на кп вот и в общем несмотря на все наши не получили исполнить самому на себя ты знаешь я честно говоря каждый раз поскольку как бы первый 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 компромат писал на себя я сам это я писал в шестнадцатом году кстати он весьма неплохо работает до сих пор то есть я когда до 16 года я не избирался в шестнадцатом году я когда избирался и писал сам на себя страницу в википедии то мы сразу я сразу определил как-то надо делать диполь диполь такая штука в когда летит самолет он выбрасывает фольгу алюминиевую чтобы соответственно сбить ракет поэтому первый первый компромат я сам на себя писал и до сих пор им пользуются и никто в общем не понимает что он в общем-то достаточно глупый в точки зрения избирательных технологий ну в общем ладно давай пойдем тогда от ядерной войны к более простому к экономике и обсудим последние новости недели кстати накопилось много еще выбирать приходилось ну первое ты уже затрагивал и кстати эта тема тоже всех будоражит и она даже вот моих знакомых заинтересовала что идет такая у нас национализация определенных компаний ну конечно же да но он все упоминали балтику которая на этой неделе владимир путин решил национализировать то есть это не только ну ничего сейчас нет нет не отвечает а мы не вам дорогие это просто за звонят во время эфира нет вот саша проверь пожалуйста чтобы трансляция опять возобновилась если если тебе не очень сложно и в общем это самый гендиректором дано на россии себя министра сельского хозяйства чечне и куб закариев такой ну и балтику тоже возглавил то ему раз балуев кстати он уже и был там на этой балтике тут пишут ну неважно то есть до этого путин еще подписал там несколько указов о национализации то есть вот многие у нас друзья постоянно кричат такие в эфирах играет вот надо все наконец вернуть государству крадина народу так вот я всегда мг вот ребята смотрите список народа прилагается вот сейчас возвращает государство то есть народу он вернул главный народ в чем хорошо народ уже есть даже известная локация не известно там все известного это я к тому что вот эта национализация которую все очень хотят она почему-то они это воспринимают что это вернем деньги народу ну что тогда что сейчас народу то де-факто ничего не просто не принадлежит продолжить фразу потому что фраза следующий народу вернем список народа прилагается да поэтому я каждый раз когда слышу так называемый псевдо левая идея потому что это обычный бандитизм ничего ли не имеющего отношения но потому что нет как не но всегда же это приятно звучит отнять и поделить слушать как демушкин задолбал уже своим бизнесом со своими там аптеками магазинами завода задали вопрос на одном из украинских каналов говорят а вот как вы относитесь тому что у тему лебедева отобрали квартиры в киеве я сказал я плохо отношусь к этому потому что вне зависимости от его позиции она может быть ультралевая ультраправая серо-бурмалиновая причем я помню еще поскольку я как-то артемия помню не только как внука соответственно толстой вот но и помню когда он еще с сити линком как говорится во взаимодействовал то что вот здесь вот недалеко его международное экономическое сотрудничество у меня была компаника компании pointer мы делали сайты первый сайт мы сделали для русской православной церкви до сих пор помню домена orthodox сейчас он по-моему не работает у меня было 6 девочек я в эту тему как-то окунулся полгода поковырялся и понял что творчество не мое и в общем эту тематику закрыл а он тогда вот делал вот это файл фейковые свои как это не но мы все видели так теме лебедев танец сайты под он сейчас он делал в дело тогда еще фейковые свои портфолио но это было нормально абсолютно вход в рынок но бог вы с ним имущество то у нас это национализирует народу возвращаю не возвращают конечно но это все это ложь опять это тот самый этатизм расчет на чиновник не есть ли это ответ вот путина на отжатые активы слушай это ответ ну а джали активы в дадовать так до государства отняли у бизнес все все существенно хуже потому что когда владимир зеленский подписал я обун своих олигархов то первые кто орали осану ему это были псевдо наши левые псевдо наши левые они горю вот вот смотрите он конечно нам враг но вот он сделал правильно я говорю а что же он правильно сделал что он на соответственно но они же неправильно приобрели я всегда задаю по после этого сакральный вопрос друге мои а простите а можно уточнить вот где наследники рябушинских соответственно мамонтовых там тоже неправильно все да 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 я по тоже понимаю а вы чисто случайно сначала сами вот это не устроили в семнадцатом году отжали да потом на мало того что люди отжали отжали частное имущество уничтожили расстреляли и потом сказали мы построили индустриализацию да с хер или вы построили индустриализацию вы построили на кровавых бабках поэтому если мы вот даже посмотрим в тебе ответит мы шут все для народа это же пошли баба нахер народа вот для народ народ потом два раза голодал там 6 миллионов погибло до голода собственно говоря войны и после же прекраснейший фильм прекраснейший реально фильм свой среди чужих все было за что чужой среди с вами не жалко про что не жалко сидеть в гулаге с одной миской когда у всех тоже ничего нет жалко же когда у всех много у тебя нету больше боли вот ведь собственно говоря проходясь я вот регулярно гуляю по набережной московской и я дохожу до дома как говорится на напротив храма христа спасителя о том-то как говорится кровавенький поэтому если вот это сбрасывается со счетов и как-то искренне считать что все белые пушистый белый пушистый не было бы семнадцатого года вот тогда я могу сказать что да мог норм а когда у всех вот так руки не то что по локоть в крови потому что что происходило я рассказывал что у меня есть это хороший товарищ он тогда был министром культуры соответственно не любые сломы любые в екатеринбург и я сниму сходил в архивы и смотрел как в споровле жива но сейчас мы тут в это полезем сейчас начнется я поэтому любая национализация отъем собственности любой него женская война это гражданская война в артемии лебедева либо у нау но это это тихая ползучая так называемых олигархов в украине у олигархов так вот так называемых олигархов в россии правда же украли собственность большие олигархи все кто у кого украл вору вора украл что называется ну тем не менее народные же там на английский никель как тоже они умели сумели забрать люди которые джинсами торговали еще там нет за 5 лет касается схематоза схематоз ну поскольку я многих из этих так называемых олигархов и у меня они очень большая с ними разница я я было я и было их помоложе там лет на 5 на 7 так если посмотреть просто по возрастном я их многих видел просто я был не занимался этими аукционами меня тогда еще казалось что ну это афера ну чисто могу сказать потому что я был день и казалось это и было афера афера потому что я в девяносто восьмом был сам вице-президентом банка по инвестиционному развитию наша логика нашего банка и моих коллег была очень простая мы выкупали заводы которые стояли мертвяком вкачивали туда бабки но собственно говоря куда я первый на жопой сел на должность генерального директора завод месс который в подмосковной химкинский он стоял колом уж сначала чего вы купили все это а потом еще до отдали людям на зарплату которые мы должны были не отдавать то что они иначе не вышли на на работу что-то зарплата была старого руководства старых владельцев и то же самое было на барнаульском шинном такая же история ладно понятно но это вновь по факту если бы взять соответственно историю которую я тебе рассказываю она изначально менее правильный чем сделали те потому что мы в шли по правильному пути соответственно по перезапуск производства там ерундой занимаюсь я делаю активы перекинуть просклика целью самая да потому что тот же барнаульский шин как как сделали алтарский все успешные бизнесмены наши сегодня это моего мой гол моя глупости романтизм и все тут еще такая экономическая новость в ближайшее время президенту влачу путину снова придется озаботиться и высказать свою глубокую озабоченность тавтология по поводу рост цен на бензин почему потому что цены на нефть и газ за которым мы следили на мировых рынках они как бы уже ушли до из трендов прошлое сейчас в тренде начались внутренние цены на топливо и вот они-то как раз побили биржевые рекорды то есть 92 бензин 62 тысячи это все за тонну естественно и 98 68 до это оптовые цены то есть если эти оптовые цены оптовые цены для а зс и крупных игроков как вы понимаете да не для петия которая сидит и заправляет свою машину если это даже уже сейчас разделить вот эти цены биржевые и опять же подчеркну то это получает 48 рублей и 52 рубля соответственно 90 95 бензин понятно что к этому еще очень 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 много но мы за трешку прибавли копеечек до должны добавить там владельца заездом ну и в общем то вся вот это вот цепочка славная так что вот президент же у нас каждый год по два раза озадачивается как же так опять цены у нас растут опять вот будет у нас вот все крича но первый кто пострадает это больше оператор не за это так называемых независимых азс потому что они ведь все ограничения будут у них они там все очень просто дело все у нас 6 работающих винков вертикально интегрированных нефтяных компаний они что сделали да очень очень давно они закопали всю прибыль в оптовом звене как раз а так называемые независимые зс и у нас их немного но порядка там двадцати пяти то может быть 30 процентов здесь надо там обновлять данные вот потому что как раз на наш там во владимире была такая история который общем мы раскручивали с орловой тогда рубились в своевременную тему я помню эту всю эпопею да она такая была очень сипягин внезапно вмешался в это такой был небольшой спойлер на тот момент как всем казалось и победил да 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 вот этот момент проживал во владимирской области поэтому следил особо внимательно я был жителем одной из колонии тогда это было ты там был близок что называемый мы мы за мы ездили за твоими стенами вот и поэтому скажем прямо по оператор независимых ази находится очень невыгодном положении потому что полупокупают они все равно на оптовки на как у этих у ребят у 6 вот этих винков но потом молил лукойл слегка частный можно сказать вот номинами у него каждый день хожу жду не дождусь когда назначить меня президентом именно для этого и хожу под окнами далее к первого я решил это но 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 попала завтра я уверен что позвонят дмитрий али еще вы ходите мимо заходить и лагит не знаю как по отчеству и каеттам да 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 вот и собственно им торговать то не на чем они не могут зарабатывать и у них цена получается в выше как правило либо они должны заниматься варкой и они в общем то этим занимается то есть присадочки 2 варка и всем остальным и заран знаем проходили вариантов просто нету то есть если бы если бы была возможность перепад по цене тогда они по зарабатывали по чисто на перепаде между оптовым звеном и розничного так они зарабатывают на либо на варке либо на сопутствующих услугах вот когда владимир оптом тогда делали приходилось во первых это ты находишься в неудобиях ну чё в общем мы зрителям то что скажем цена дорожает плюс братья сюда под плюс приблизительно он удержит конечно плюс 2 про 2 рубля должно быть ну инфляция она и в целом будет расти цены продуктовая инфляция будет расти еще быстрее потому что инструментов прошлый раз мы это обсуждали не будем повторяться сдерживать бюджетные дефициты то что сегодня происходит с расходами и доходами бюджета других собственно вариантов по хорошему если бы власти бы действительно бы мы были бы не феодальной системе то они по-хорошему должны были бы развивать газомоторное топливо то бишь а для этого не очень сложно что сделать надо упростить просто регламент внесение изменений в конструкторскую конструкцию транспортного средства то есть чтобы грубая вся европа идет в электродвигатели а нам на себя бы в газ у нас а нам еще в общем да нам до электро нам очень очень далеко в этом нет никакого смысла она бы если в газ и она за и экологии мы подправили осмотри какой дорогой стал дизель неожиданно это дизель в общем-то не дешевый потому что газ раньше ну поскольку я например ну и как технологический гик я вообще люблю газовое топливо как класс ну вот но она потому что там по по многим параметрам но она была по перепад был когда там несколько раз а часто я ездил своими на саби как раз у меня был бензин и было переключение на газ был минус багажник но зато я мог а где какой сад был 900 по ауте 900 у меня был 95 аэро механика еще она механический нет у меня был 95 аэро это было это было это был космос от был как раз 97 98 год 9000 это 995 аэро то есть это была последняя там модель когда топишь и прямо 40 40 литров на на сотку уходит я после купил себе этот омегу батареи очень был ей доволен уже ездил долго асаб был у меня быстро такой промежуточный на саби запорол кстати двигло умудрился запороть углов причем я даже попал как в хронику я на когда ехал на завод я там было то поскольку был съезд от внукова и там уехал какой-то кортеж а я этот кортеж умудрился еще на повороте обойти асаб хорошо держала прямо в топил и короче там она шут хроник на наши зрители мы сейчас вообще без машины ты имеешь машину я нет я вообще без машины но я сюда от приезжания на машину сюда приехать без туда я как это освободился из мест лишения свободы мою машину сняли с учета причем она была вполне себе ездила но не на меня оформлена поэтому пришлось ее утилизировать впоследствии но и не просто утилизировал за меня ее утилизировали то есть правистом асабе чего не имеешь право поставить россии нам на машину учет с этими со счетами я понял что ты поражен вправо но так получилось просто машина я ездил по доверенности была не на меня оформленная и ее хозяин просто с учета снял пока меня я был просто нужный конь что я у меня есть эти тачку подгоню там несколько одному пару стоит точно это 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 конечно прямо не не пафос пафос но машинке найду эту тему мы продолжим уже или кадров да так вот здесь еще такое интересное предложение от экспертов я потом еще кое-что про это пару слов скажу потому что есть у меня инсайдерская информация ну ладно она наделала много шума мне ее прислала кучу людей путину предложили заселить россию беженцами из африки на фол и на фоне обвала рождаемости в общем не кто-то не будь а это с института ведущий научный сотрудник института народа хозяйственного прогнозирования ран российской академии наук не абы кто дмитрий полетаев такой на валдайском клубе такие ребята которые вот сейчас какие-то инсайды имеют они мне кажется штормят просто периодически вот и в общем он заявил туда что-то туда приезжает что у нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения констатировал ученый выступая на любимом экспертной площадке владимира путина что африканская диаспора заявил он всего лишь насчитывает порядка 40 тысяч человек мы можем мы можем завозить их намного больше этих африканских мигрантов из-за ухудшения климата дескать и войн у них там много проблем а мы до рождались понять их будут вести как традиционно надеюсь в трюмах барабар я надеюсь что их будут вести лично в квартиру владимира вот это не владимира дмитрия полетаева даже лично ему то есть мы начнем заселение россии африканцами с его квартиры а он будет на этой барже будет ходить это в бамбуковом шлеме со стеком и с плеткой будет ли он это же расизм сейчас они так сейчас не возят поэтому предложение ровно такое же какое было раньше дмитрия полетаева мы начнем уплодять надеюсь у него большая жилплощадь там где он проживает и мы можем много многоярших конечно ты же у нас вроде как были лидер националистов по идее такие предложения теоретически это тебя должны были что-нибудь такое выдвигать но если дорогие мои хорошие относиться к какой-то нации неважно какой цвету кожи всему остальному из разряда мы давайте их будем завозить хочется сказать а у вас ничего не трескается что значит завозить это вам чего я не знаю мебель что ли а не знаешь как это мотивирует я пытаюсь нет я просто пытаюсь понять где у людей логика они написали дескать вот это же друзья советского союза друзья и мы дескать вот их к ним должны относиться хорошо их сюда привозить я вот только не понял в чемодане во-первых советский союз ну тяжело уследить вы там то с одними папуасами дружите то не дружите то сегодня кто-то с кем-то дружит то удар в спину вы-то дружите с ними причем здесь россия и завоз сюда если вы думаете с проблемой демографии побороться просто завоза в кого-нибудь сюда ну это немножечко странный подход просто тогда ну ну ты сейчас начни какой-нибудь либерализм продвигать на предмет того что создание условий чтобы там женщина и мужчина чувствовали себя комфортно и у него была уверенность завтра с ним я во первых думаю что им будет некомфортно тоже здесь холодно а во вторых я думаю что местным будет не очень комфортно потому что они будут видеть замерзающих людей и вообще непонятно зачем и что они здесь будут делать и вот стать что они вас здесь будут делать есть кое-какой эксклюзив но пока что это вилами на воде написано я думаю что это озвучить можно мне озвучили определенные люди что в определенную южную область сейчас на полигон завезли огромное количество людей которые вот начинают проходить подготовку причем мне подтвердили что и в подмосковье уже часть каких-то таких людей появилась и вот большая часть из них как мне передали это кубинцы и африканцы вот не под это ли самое озвучивает деятель свалдайского клуба что надо вот эту какую-то диаспору здесь развивать может они решили вот таким кругом ну пригожин уже там все по лагерям собрал может быть они решили пип африке пройтись и же потом тоже куда-то надо видимо здесь русский мир из них как-то ты знаешь поскольку я живу и очень недалеко я езжу каждый день мимо по патриса лумумба и соответственно я общаюсь с ними каждый фактически день и даже выступал после когда идешь с каждым у меня у меня очень много уважаемый да вы даже не подумайте мы ко всем относимся не она не просто хорошо . нету никаких предупреждений несмотря на то что он вроде как националист нет я националист русский я борюсь за интересы права новинного населения россии афроамериканцы коренному и африканцы не относятся населению если они не рождены здесь но вот у них тоже какие-то есть свои права мы защищаем свои но лично мы не имеем никаких претензий мы с тенденциями сражаемся каким но не с лично каким-то там бедолагой которая там куда-то приехал приехал и поедине самое главное что огромное количество там детей олимпиады но они рождены здесь они это кстати их беда скорее потому что я помню их тяжелые судьбы и помню как у меня был на районе один постоянно мне плакался он очень ну все равно он по естественным причинам не входил в сообщество хотя очень хотел войти и папа своего ника не знал и не видел и вообще был советский человек вот туда я помню трагедии этих людей поэтому мы не должны повторять этих олимпиад но много это любовь ты же понимаешь внеждание за нежда не негаданно нагрянет советские люди которых воспитывали в полный такой как гель в ссср секса нет раньше оказалось что вот иностранцы это был такой вот в духе интернационализма да но тем не менее вот в общем мы воспитаны в духе интернационализм то есть у нас все нас пугали что мы станем скоро азиатчиной да потому что среднюю азию переводит на ученые наши эксперты ведь они дальше пошли они где какая азиатчина африканщина не надо для что у меня вы каждый раз в это в это когда вот это начинается обсуждение сашь такой снежный бруклин сейчас где-нибудь на окраине москвы такие у контейнеров африканцы жгущие костры стоящие там танцующий рэп и рассказывающий про тяжелые судьбы братьевского гетто или там царицынского гетто я тебе могу сказать у меня поскольку есть один очень хороший товарищ он начальник одного из ру в д и он очень он старый общем в возрасте и я просто тренировал там его команду в свое время он просто выходец из омона я просто вспоминаю всегда знаешь по моему это был какой-то ну какие-то 90-е годы вот он до сих пор он еще на на пенсию уже так собрался уже вышел вроде как бы вот и мы приехали как-то вовд сидим а там ну как обычно обезьянник традиционные и приводят тут об сидят африканцев запаковали но за что-то я там не помню мы привозят соответственно там фонгарь кавказ какой-то кавказ тоже тоже за что-то запаковали выходит там сержант что-то и начинает там а я выясняли я уже понял даже они они на не на это у нас сержант орет их черных на выход ну и забирает соответственно кавказцев а эти пацаны слегка то там судя по всем под под шофер начальник а мы с ним вместе сидели за стекляшки сейчас от тебя несколько толерантных подписчиков отписались в этот момент я ну просто это было настолько смешно просто это понимаешь у нас я живу там мумба-юмба вот она рядом все у меня просто эти картинки они вот регулярные они не там иной с рождаемостью все плохо не до такой же степени до народ пока у нас часть отправляется и гибнет на исход другая часть бежит чтобы не оказаться на этом самом и своего а в это время наши эксперты и ученые думают от власти как бы всех вот этих людей заменить бы новым таким вот новыми людьми которые войдут в их понятие русского мира ниже нам опять будут доказывать потом что этнических русских не существуют что я вся проблема африканского происхождения проблема заключается в том что когда нынешняя геронтократия уйдет она уйдет ближайшие эти то останутся 10 лет к сожалению дела-то и этим геронтократам абсолютно похрену кто будет населять россию вот я об этом тоже подумал вот к сожалению задача не то что многие думают и спасение русского народа и вообще русский народ это такая найти мусора и непонятно абстрактная величина главное сохранение власти и к этой власти произвести транзиты передачу эту власть своим детям и детям и нового поколения то есть такая знаете буржуазно-коррупционная феодальная модель ну я ее и капитализмом бы ее не назвал это не капитализм это чистый феодализм и на монархию все-таки они тоже не тянут это феодализм такой 2.0 условно говоря проблема в том что они не смогут передать их дети не получится дети их кислые но ты же видишь этих детей ну вот они же вообще ни о чем почему министр сельского хозяйства ну подожди но это они они все равно они все под крылом папеньки и маме куда не возьми все вице-президент или президент это бог после того как уйдет папенька-маменька они по они не в состоянии бороться папеньки маменьки будем честны при всех их минусах они в зубасты они пробивались а детишки но сами папеньки маменьки кстати об этом тоже честно говоря самая эффективная женщина бизнесмен батуре на мы ее помним действительно как-то приуныло после ухода юрия михайловича это проходит все у всех еще раз как только уходит крыша все все загибают даже 90-летние их бабушки перестают быть эффективными менеджерами я тебе могу сказать вот по своей истории про управление ко мне происходит обращение это как передать наследство так правильно чтобы дети не про и внуки не просрали наследством потому что большая часть людей даже там списка forbes или около списка forbes прекрасно понимают что их дети и их внуки не удержат это то есть одно это это проблема как понимает о коленческая проблема огромная проблема и потому что инструментарий нет и именно поэтому они они сами понимают что немногие в возрасте они уже там им осталось снову сломали там 10-20 лет они не понимают как сделать схему чтобы наследование произошло потому что как только они первое им надо удержать власть чтобы их дети после них уста остались у власти но в 90 процентов случаев они власть люди а власть это уже залог того что они как свой капитал самая большая проблема это как раз вот на наследничество это вот с то чем занимаются практически все фамилии офисы вырабатывают пытаются выработать какие-то схематозы которые практически ну как нам их жалко как это не это не вопрос как им эти миллиарды вот передать это вопрос жалости я тут не совершенно не правда это вопрос линей линейки которая будет государства этого они же это как планируют они же как-то это это проблема того что следующая итерация опять будет про передел собственности потому что ежели бы а в том или ином виде бы например власть был была передана например детям или а имущество было бы передано детям но у однок у военно-политической элиты другой финансово-политической элиты там хотя бы произошло бы смещение то есть мы перешли бы в моды из модели феодализма в некую буржуазную модель а мы даже в нее не перейдем в следующей итерации это опять будет кто-то с пулеметом с ружом а бывать богатенький но вот раз уж пулемет оружие ты затронул предлагаю обсудить следующую тему мобилизации не будет ну не будет почему потому что об этом заявляют все чиновники наделенной властью сегодня что кстати меня особо и напрягает когда об этом они начинают заявлять но почему-то спешно принимаются законы как раз для того чтобы ее как-то реализовать комитет государственной думы по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменении в кап о повышении штрафов за неоповещение о неоповещение или неявку военкоматы за неявку военкомат по повестке это будет сегодня если поправки пройдут они пройдут мы не сомневаемся наказываться штрафом в 50 тысяч рублей штраф в 20 тысяч рублей будет выписан если не доложить об изменении семейного положения места жительства или работы то есть вы теперь военкомат должны быстро все оперативно бегать раньше это был их геморрой чтобы там все это заполнять где вы и что вы сейчас они свой геморрой переложили лично на вас ваши дорогие граждане то есть 50 тысяч тебе приходит по я повестка с ты не явился и это не все это же дополнение к тем ограничительным мерам которые они дают отберут а во первых они придумали электронные повестки это тоже такой закон он как бы мобилизации не будет но понимаете все законы последнего года они вот там четко пам под это принимаются что в электронном виде в некой там базе где-то вы там появились и пофигу даже если вы там на госслугах не были этого не увидели дает всем наплевать на это вам уже летит штраф к этому вас там водительское удостоверение ваш прекращают и поэтому ваши ликвидируют в сервере за распоряжаться нельзя недвижки замораживают все действия и так далее то есть все здорово да и вот 50 тысяч то есть вот как было у людей да ну пришло там и пришло мой бог с ним а сейчас уже вот смотрите уже ну есть такая стоит ну слушать это их чем бы дитя не тешилось лишь бы не руками не хватает зэков и африканцев слушай я предлагаю членов едины россии 0 6 миллионов у нас и силы до 4 4 миллиона тоже хватит жену а силовиков больше миллиона почти там три нофе вообще суммарно то если по всем по всем посчитать по моему в районе трешки набиралось там я предлагаю весь патриотизм эти могу сказать что окажут детей детей чиновников единой россии их самих на фронтах многие многие на уровне там ну среднего управленческого звена правоохранительной системе написали уже аэропорта только эти аэропортам не дают хода это еще был написан очень давно их не отпускают потому что понимают что но а чиновников то единой россии вообще не отпустят это вот не они начали не синякур что ли себе по подруге нет а по сессии службистов и мвд не этом росгвардию не отпустят по другой причине нормально нормально так за повесточку штраф больше чем средняя зарплата по станет разу бабаха хочу не 500 сразу без ума чтобы потом эти долги отрабатывать сразу тоже предложили там же он там же не там же там сразу же отработать но сошлись должен вот идея контракт маркс по моему позывной маркс это отчитался что через вагнеров прошло 79 тысяч по погибло 20 до 22 тысяч в основном это были заключенные ну ты начал тут такую прям тему давай уж мы ее тогда это доведем спасибо спасибо за что смотрите спасибо что подписываетесь на наши каналы напоминаю через в 19 начнется с я на марта на потапенко прямой спасибо тем пяти человеком если вы еще не пошли в этот список пяти человек которые пришлют донаты на на шаурму и даже больше огромное вам вот этим пятерым спасибо кто нас смотрит подпишитесь пожалуйста уже на канал меда и на телегу поскольку вы в телеге вот у вас эксклюзив абсолютно и в ютюбе соответственно до чего не подписывайтесь непонятно смотрите но не подписывайтесь но подписывайтесь не стесняйтесь да действительно есть такой чувака вагнер же у нас организация не запрещена сочи и не существует но не запрещенная слава богу поэтому вот цитируем да действительно командир такой штаба маркс заявил ну тут 78000 он заявил что прошло не до из них 49000 заключенные опять же как вот он они там информация обладают погибли 22 погибли тысяч помимо того что 22 погибло 40 тысяч один то есть 62 тысячи убитых либо коллег ну то есть раненых и понятно что тебя не не поцарапало в лоб да это это ранение которое там ну будем надеюсь что эти там люди может не не могли тебе не позволили тебе вернуться в строй то есть это все-таки что-то там с конечностями или просто ранения какие-то что пришлось длительную это это война другая потому что вот например я у меня дед тимофей владеевич потапенко он прошел у него два тяжелых ранения у него ему снайпер в голову попал слушай вот ну лишь вот скользячки ну вот давай мы официально их заявление посчитаем до 78 всего и из них 62 убили убиты либо получили ранее да то есть получается что практически три четвертых личного состава ну практически да там почти 75 процентов поврежденного то есть это люди которые то есть вы выжившие будут единицы не ну я говорю там раненые тоже выживали но опять же вот дай 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 бог им здоровья да если они его как это осознают это еще не сделали вот сам в эту тему зашел и вот поэтому у меня тут сразу возникает второй вопрос о котором я тоже как-нибудь хотел поговорить но раз уж так вышло тот надо поговорить сегодня я считаю что нас ждет в скором времени помимо всего что происходит и непонятно чем она кончится одна большая катастрофа с теми людьми которые сегодня будут возвращаться в мирную жизнь а мы с тобой говоришь это будучи будучи оппозиции будучи элита потому что это гол громадная прописать сколько мы получим бытовых конфликтов убийств и столкновений от огромнейшее количество какие выводы сделают эти люди это огромнейшее количество людей накачанных оружием они вне сомнения уже хлынет потоком с ними она уже не будут возвращаться с тяжелейшими травмами и везде это сервина бензоколонках в питерных заведениях там какого нибудь там мурома или какого-нибудь сыктывкара будут выясняться а где ты был когда я был под бахмутом а где это а где-то этих людей пойдет сюда огромное количество мы помним эти синдром афганской чеченской войны хотя масштаб был не сопоставим мы помним эти афганские войны когда взрывали котляковский кладбище когда весь к имена криминальной группировки на пополнились офицерами подрывниками и прочему помним чеченской вот эту компанию скоро выйдет на свободу саши солдат ну это да кстати моя 2 не буду ладно говорить про него я очень известны то пересекались да в общем это самое и вот я прям представляю вот помимо всего что нас ждет еще потому что мы не знаем чем это все закончится потому что читая наше заявление можно подумать что все только начинается уже на ядерную войну там кто-то предлагает какую-то там опять же локальную они так это пишет ограниченную как они и думают ограничить и вот я не яйцо они же хотели здесь ограничено в три дня там куда-то дойти до эти же пропагандисты из теплых офисов которые никогда нигде не воюют понятно что и передачки снимают и рассуждают самое главное не передачки снимают они они накачивают ненавистью потом эти люди реально идут и убивают себе подобных да как поэтому я тебе говорю что да это хорошо если эти люди повернувшиеся пусть травмированы но сделают правильные выводы могут сделать неправильно не сделают они правильных вот вот представь себе вот пойдет этот вояка военный как угодно их назовите которая там где-то ну получал психические травмы там людей извиняюсь у него там разрывал разрывала его в кого-то возможно даже стрелял и попадал и он приходит он что пойдет во владимир или куда-то на дядю васю за 25 тысяч уже горбатиться если он получал 200 или там 300 тысяч и там даже вопрос не в том что сможет ли он он сможет ли он переработать иные не стандарты справедливости в кавычки поставлю за да да то что основной проблемам всегда были государства глобально я уверяю от этой проблемы устранится на нового слушания они государства поскольку это феодализм они они будут ездить по-прежнему с охраны фсошные они будут это будет проблема наша не их не проблема будет государственных мужей с одной стороны нам по завозили мигрантов со средней азии а сейчас хотят еще там ну я думаю с африки это провальный план сам по себе много не завезешь да ну средней азии они успешно заполняют у нас что ни день то сводки как будто с боев идут по москве там и там журналисты сети постоянно эти какие-то то там скальп снимут то там на лавке кого-то и забьют прохожих избивают то еще причем это граждане россии делают новые граждане россии которым уже паспорта раздали даже сводки эти преступлениями мигрантов не подходит на самом деле хоть это все обсуждают как миграционные эти они же там не сводках если они граждане уже так вот а теперь еще мы получаем вот этот фактор то есть и ну вот социальное спокойствие общество что знаете вот будет традиционно те кто те кто рядом с феодалами вы должны быть ближе к феодалам чтобы оказаться за стенами условного кремля остальные вы разбираетесь по праву первой ночи по того у кого ствол длиннее 5 метровый забор оборвихи они думают их спасут но в те у кого пятиметровые заборы оборвихи это что ты же понимаешь для для кого-то может быть это или то ты же понимаешь это скорее всего не элита это так под элитка элитка то в горе уже готова не дроне они в других там не пятиметровый забор не скажи почему я типа барвихи могу сказать я думаю что шойгу сечин пригожин жили в баре шоу них помимо барвиха жуковка раздоры на лыжи ходил всегда политическая элита желают в барвихин кому-то в этом округе нового оголева путин стать жил тоже это ко мне относился как жилец там и не брони приходил не 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 бил тапком по столу и горшу дмитрий галыч что же такое у меня с водой то воду выключают все время нет них они не было там были местные депутаты коммунисты которые к нему пытались ходить чтобы выяснить что у него с водой да да вот даже что-то там делали и вот фасон на них абсолютно равнодушно наблюдала вызывала полицию просто из-за пока вы запаковывали увозили с ними разбирались то есть они даже с ними не начали не все мне не будут этот это не вы это дни не царское дело да но тем не менее смотри какой букет мы получаем экономические перспективы а кстати люди то все спрашивают про рубль то этот и доллар то да пока все будет норма в оба пока он не будет всего это в пятницу завтра будет заседание cb где поставку поднимут на один процент может быть чуть-чуть подсядет рубль верни подсядет доллар относительно рубля но спекулянты немножко сыграют но глобально то все равно это ни на что не повлияет вам вам чё повли полегчает от того что евро будет стоить не 102 100 будет сотку стоит ну то есть если вы ждете там по доллар по 75 не будет или там по 35 не будет просадка на 2 рубля ну я всегда задаю вопрос вы какими какими активами ну простите за жесткость этого вопроса вы какими активами располагаете десяткой 10 10 тысяч долларов ну давайте про логику вытеряю потерять 50 куда вложить 50 тысяч долларов оставить при себе или чтобы они лежали это к сожалению но не очень большие деньги вот люди пишут а ждать ли по 59 как тем летом сомневаюсь нет даже не будет ребята это в эту сторону уже слишком для бюджета будет на самое самое главное что вам могут устроить там 59 или 35 но только при том условии если устроит динаминацию боюсь я только вас боюсь это не сильно порадует это будет очень такая тяжелая история пора в россии объявить победу издать закон запрещающий отрицание победы я кстати согласен пусть они уже объявят свою победу и смотрите они они ведь победили они сделали границу с нато в два раза больше чем она была они просрали половину стабилизационного фонда за границы это тоже можно объявить неким достижением да они демилитаризировали российскую федерацию в какой степени сколько сил было подражать и горе что потенциально если бы говорим мы воспользовались вот этим трендом энергетического финансового кризиса получили все санкции мы могли мы могли им еще за его руки рост ввп приблизительно в районе четырех шести пяти двух процентов а имеем сейчас с максимумом два то есть они грубо говоря просрали в два в два с половиной раза привязка к золоту будет не будет ребят вы про и смотрите в африканскими и арабскими этими играми не забывайте что того что вы например по привяжите на одну единственную валюту то но не валюту а бумажку рубль к золоту и не означает что войдет золотой стандарт золотой стандарт должны ввести соединенные штаты евросоюз они этого делать не будут все какой смысл вводить в одной стране можно вводить золотые монеты вопрос тебе задают чему потапенко учил омон ну и вообще если демонстрантов избивать что но практически до 23 года я получил первый донат японского мастера танак токенори это 93 год так это ты их людей бить учился практически в девяносто пятом году я получил первую судейскую категорию все есть странице контакте вы можете подписаться найти дмитрия потапенко и потапенко ару это группа если вы не можете подписаться там просто некая ну когда по моему как раз предвыборную выкладывали даже документы нет я ребята учил обычные рукопашки и некоторое время даже ездил с ними когда это были 90-е годы ездился на дискотеке у меня первый ствол полу появился кстати от омоновской группы да ладно эту тему мы дальше не не это был газовый ствол вопрос тогда не надо было разрешение как помощь я вспомню рек майами было ребята если я не служил меня мобилизует вы какой-то наивный понесном не служил он вот люди не только не то что не служили они еще и по возрасту уже большие еще и самый негодный ограниченно годный точнее были ничего тем более как они хотят еще поднять нахождение в запасе без пяти надо выйти ты или во сколько тебя уже потихонечку ты хочешь уже поднять я просто не то чтобы этот и ты сейчас начнешь быстро сваливать я поэтому готовлюсь чтобы ты не свалил давай мы еще расскажем чтобы зрители твои телеги подписались на наш канал и в ю тубе и в телеге дмитрий демушкин я и ну там у меня это самое в общем вам вам спасибо что вы сегодня были с нами смотрели через час в 19.00 потапенко прямой находим в ю тубе